«Слушай, а я не паду!» То есть, совершенно, ну, только полное непонимание, вот, сколько от этого затрат может понадобиться к этому делу. В общем, все время, конечно, большее понимание, но он не может сказать, сколько это. Вот ему тоже очень важно. То есть, оценить вот эти усилия, ну и, конечно, вот дай ее туда по деловой лодке, это очень неприятно. В этом пункте классическая сцена, как торговались Киса Воробьянина и Остап Бендер в 12 стульях начальной, помните? С чего все начиналось и с чем закончилось? Как Остап Бендер, который предприниматель, взял лирика Кису Воробьянина в оборот и вытравил в нее 50% концессии народных. А начинали в 10 дней. Вот, то есть, но было же продолжение, когда он в конце книги, да, он же сказал, Киса, а зачем вам деньги? Денег я вам не дам. Какой я вас возьму с собой секретарий? Как себе секретарий? Удар по четвертой функции, полевой функции. Что сделал Киса? Киса просто разведал. Он достал бритву, как сказал потом в том теленке, и глупый старик полоснул меня бритвой под уроком. Но, на самом деле, ситуация очень жизненная, потому что мы наблюдали, ну, не бритвой, но морально, скажем так, и другими средствами, как это происходит в этой паре. Когда предприниматель наступил на четвертую функцию клейка. Поэтому так. И такой спокойный, расслабленный, впечатательный человек превращается в разъяр этого монстра, в режимово ружа жгущения. То есть, лучше, милый человек, людмечный эффект. Ну, опять-таки, конечно же, если человек растет от соответствующим окружением, он пытается там сделать какие-то наработки, но... Понятно, что бывают проблемы, на которые не уйдешь, и тут у людей накапливаются тоже проблемы. В том числе, связанные с необходимостью обеспечить себя, обеспечить семью, ну и так далее. Белая этика. Четвертмерная биоэтика – это такое глобальное объединение отношений, отношений в контексте ствол. Очень, да. И, в принципе, большим характером, ну, это и хранитель, и гуманизм, что вот очень тонкое такое чувство вне отношений. Так-то, в виде эксперимента я... Я обучал по-другому пусту битвов, и там была девушка-гуманизм. Я ее потом просто посадил за стол, и т.к.т. вот расспрашивал, а как она видит отношения к другу? И она описала изумительно точно все расклады, кто как симпатизирует, кто с кем дружит, не дружит, что думает и так далее. То есть вот эта вот этика отношений, она, конечно, очень мощная. Но, кстати, там еще интуиция, она еще и дается чувству. Вот женщины этого типа в коллективе почти в более чем 90% случаев служат такой жилет, такой, да, все ходят влага. Вот если женщина работает в модель, если ты не работала, и вы за то, что она... Вот мне за себя я не понял, что она гуманист. Вот можно спросить, а вот бывает такое, что к вам придет жалоб, рассказываете о своих проблемах? И практически всегда женщины гуманисты, они отвечают, что да, да, я вот услышаю все, как-то посочувствую. Ну, хранитель тоже может выслушать, но он начинает давать конкретные сенсорные рекомендации. Ты с ним вот так, а с этим это, а ты поступи так, и это многих людей уже напрягает, потому что... Потому что это уже консультация с давлением. А тут давления нет, просто всех выслушать. Всех, всем как-то посочувствовать. Вот такой вот всеобщий платок, который плачет. И это работает. Работает, потому что, действительно, как бы эти напряжения, которые выводы, функциональны, они как-то переживания начнут. И чувства, они взлаживаются. Если же мы возьмем... А тут у нас ведущий в этом ситуации. Ну, это же еще, конечно, да, вот еще очень важно, моральная норма. Моральная норма, это, собственно говоря, корректированная тема, вот, отслеживание моральных комитетов, вот, принятых в этом обществе, в этом коллективе. Ну, мы не сможем смотреть об общечеловеческих нормах. Но, в целом, вот, как надо поступать? Не надо поступать. Поскольку у управителя это именно сенсорика, и там идет такая, жесткая оценка, что это очень нравственные, это очень безнравственные. Вот этими вещами заниматься вообще безнравственно. Вот когда вы... Вы можете спросить, как должно здесь в порядку. Иногда Митя перекодирует это. Что, мы имеем в виду порядочность? То есть, сразу идет перекодирование этой семантики белой ролики в белой ролике. То есть, порядочность и непорядность у человека. и так далее. И это, конечно, отличительно отличается от второй этики творческой, потому что здесь она творческой, и, можно сказать, коммуникационной. вот, вектор ситуации, и политик, и раскачник. Ваши творческие условия творчества управляют в своих этих воотношениях. Каким образом? Не нужно подружиться с тем человеком. Или наоборот, поссориться с этим человеком. Не нужно поссорить этих людей, или наоборот, сблинить эти люди. Это может быть чистая переманипуляция, приближение человека, отталкивание человека, создание каких-то слухов. Ну, слухи — это вообще приобретение всех. В данном случае, вот, впустить такой слух, чтобы как-то людей не подблизить, чтобы расслойить — это вот первый момент по белой печи. И вот эта манипуляция, она может достигать и клип на 200, потому что человек может тебе доказать сразу, что он там и друг, и все. И причем делать так убедительно, что мы искусство этого манипулирования увидели в Италии. Когда мы пошли из университета, наша группа растянулась там на несколько сот метров, и остановится машина, значит, уходит мужик там рассказывает, что вот он едет там с проездом. Значит, он такой классный парень, придет, конечно, что-то купить, потому что у него не хватает ни будь дзин. В общем, всех себя раскладывает. Там обменивается визитками с некоторыми людьми. Едет дальше, заходит, подъезжает в голове нашей колонны, вот, растянувшись с нами. Показывает наши визитки, продает пару шут, значит, по повышенной цене, как бы там, по горизонтам. Значит, и бюджет. Куда бы я считаю, что он продал полтора-а, два раза дороже, чем он тут в магазине на рынке. Просто вот это был политик. Настолько это вот такое хитрое манипулирование и отношение, смотрите, он уже использовал те визитки, которые я взял перед этим, да? Потому что это мои друзья, там, та-та-та, и все. Ну, в общем, это главное того, что, самое главное, да еще и политик. Политик подавать. Поэтому... Ну, не в Бролустоне, но все будет. То есть, вот это искусство манипулирования, искусство... Но, опять-таки, это связано с тем, что есть такой недостаток, особенно у рассказчика, мы думаем, что они смогут построить эти отношения с любовью к человеку. И это мы в некотором смысле их поговорим, потому что, по нашей статистики, именно у брак, у рассказчика или векшни, одни из самых удачных браков. И, как ни странно, у их комплектера. Хозяин... Хозяин или руководки. Вот эти... По-разному причина, но... Но я спрашивал женщин, особенно женщины, рассказчики, но я всегда думаю, что я построю с этим человеком, мне нравится, я с ним построю любые отношения, которые я заточил. Вот так. Хочу, и все. И... Но потом выясняете, что... Да, но... У человека свои предпочтения, свои... Ну, нельзя. Не получается так. И, так... Она говорит... У меня было три мужа, сейчас я говорю, четвертый раз, сколько я заточу. Конечно. Вот. То есть... Вот эти комплекты, они... Это такая определенная научка. Но... У политиков она имеет другую форму. Что я же тебе обладает и сказал, ты не можешь быть своим родом. На чем проталутся на эти рецепты? Он... Он... Благодаря листал его больше, чем своих друзей. И был совершенно железобетонно уверен в том, что он полная безопасность. И когда пришел в Сенат, как я ему выгляду в Сенат, и все... И... Как известно... И ты, грубо говоря, даже не показал, что вот его может убить. Вот этот... То есть... Вот этот момент... Именно... Вот... Такая определенная... Убежденная... Что... Я же построил... Построил бы с вами прекрасное отношение. Почему же вы меня не найдете? Если бы на это смотрел хранитель или драйвер, он бы ему рассказал о чем-то. Вот разница между глобальностью. Потому что драйвер или хранитель для себя сразу или... А ты... Когда он это человеком, он сразу для себя оценивает. Он будет? Ты мне делал с этим человеком? Блин. Ну, а тем более, если он с ним немножко пообщается. Вот, то есть... Там что-то так... Свой чужой и все. У чужой никаких... Не может быть... Доверительных отношений. Подвижать. Суды и так далее. Ролевая. Суды и так далее. Три пяти пункта. Этикет отношений. Норма кухон. Ну, а тем более, как есть для себя галантно в обществе. Вообще, когда вам ручки подавать. Значит... Как правильно правило этикеты в своих отношениях. И вот... Вот... Стандарт. То, что называется этикет. Этикет поведения. Этикет поведения. Дипломатический этикет. Это все было этикет нормировано. По большому счету. Этикет. Это у аналитика. И... З. И вот... Важный момент такой связан с тем, что если вы хотите, это вообще общее замечание по третьей функции, если вы хотите, чтобы человек включил свое внимание, на вас обратил внимание, обучился в свои какие-то мысли и прочее, вы должны к нему правильно, нормированно представиться, чтобы он зайдет со стороны третьей функции. В данном случае это стандартная вежливость с определенным всех правил. Особенность третьей функции включается в том, особенно для этих отношений, что впечатление о вас, оно остается таким, как вы представились в первый раз. И остается очень длительным, пока вы дали повод, серьезный повод, взять его изменить. То есть вот если вы к аналитику или хозяину правильно представились, и правильно себя вот в плане этикетов, как вы видите, то он на вас будет очень благоприятного мнениям и благожелательно к вам относиться, но пока вверху не убедится вовремя. Это проверено просто вот честно. Никаких вольностей именно вот членов, которые буквально пахнет детик. И, наконец, фантомерное. Да, ну и, конечно же, что касается набора всяких знаков по этике отношений, особенно этим увлекаются аналитики. Многие даже любят писать трактаты о человеческой этике, о том, как надо себя вести в обществе. Вот, вот, посмотришь, все учебники по логике написаны этиками, все учебники по этике написаны логиками. То есть вопросик. Почему? Потому что учебник — это нормированные знания. Да? То есть знания, которые может быть любой. Вот такой парадокс. И Кант, который был аналитик, очень любил рассуждать об этике. И вот, если вы посмотрите, огромное количество философов, они по-моему, кажут, кто был, в слове, как Афейн. Большинство из них было бы. Ну, и, наконец, одновременно эти квадмичения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.